Реклама Здравствуйте, Зарав Завирович. Добрый день. Очень рады видеть вас сегодня у нас в гостях. Я думаю, что разговор у нас сегодня будет насыщенный, потому что уже за прошедшую неделю, пока крутился анонс о сегодняшнем эфире, у нас поступило пару десятков вопросов. Поэтому я предлагаю, так сказать, не откладывать в долгий ящик. И давайте начнем с самого, пожалуй, популярного вопроса, который поступал касательно реконструкции здания драматического театра. Я думаю, что вам, как руководителю ведомства, наверняка тоже часто задают этот вопрос. Итак, чего нам ждать, когда будут какие-то, может быть, изменения? Большое спасибо за приглашение. Действительно, это самый популярный вопрос. Но лично мое мнение, что этот вопрос далеко не самый главный в сфере развития культуры, потому что гораздо важнее, чтобы культура развивалась везде в республике. Не может быть единой точки, в которой вот самая главная точка развития. Хотя, конечно, зал нашего драматического театра был местом, где проводились важнейшие мероприятия нашей республики. Не только театральные постановки, но в целом торжественные мероприятия. И в этом плане, конечно, нам его очень не хватает. Сегодня можно сказать уже о радостном этапе большой работы по возрождению этого здания. Потому что, напомню нашим зрителям, после того, как в недалеком прошлом случилась трагедия в торговом центре «Зимняя Вишня», к таким зданиям, где были массовые скопления людей, были повышены требования к безопасности. Наш драматический театр на тот момент этим требованиям не соответствовал. Поэтому здание было закрыто. И началась долгая, кропотливая работа по разработке нового проекта, по взаимодействию с Министерством культуры Российской Федерации, правительством Российской Федерации. Здесь огромную работу провел наш глава Рашид Бориспич Тимрезов, наши сенаторы, наши коллеги-руководители правительства во все эти годы занимались тем, что обозначали в Москве нашу большую потребность. Потому что проект, конечно, очень большой и для нашей республики, для собственного бюджета неподъемный. Поэтому в течение нескольких лет мы планомерно, шаг за шагом, выполняли эту работу. Вначале был разработан проект. Без проекта, как известно, федеральные средства не могут поступить в регион. Должен быть проект, который получил экспертизу, в котором очевидно, что здание соответствует всем нормам. Эта работа длилась больше года, и мы смогли разработать современный проект, который отвечает всем техническим требованиям и нашим потребностям. Я здесь особо подчеркну, что строить мы будем здание, которое не только будет в себя включать зал, такой, как бы у нас. Даже основной зал будет больше. Вместо 770 мест, которые у нас были раньше, мы планируем, что это будет зал-тысячник, который будет разделяться на части, в котором можно будет проводить мероприятия и на 500 человек, и на 1000 человек. Будут дополнительные малые залы. Современные прям по такой подход. Будут студии. Но новшества, которые мы внедряем в этот проект, они очень нужны республике. Нам, например, очень нужно музейное хранилище. Это одна из самых главных задач. Широкий зритель не знает об этой проблеме, но сегодня наши музейные экспонаты, они хранятся в павильонах, по сути, музеев наших. А специальное музейное хранилище, в котором есть температурно-влажностный режим, его в республике нет. Поэтому мы заложили в проект, в цокольный этаж, в фундамент, такое музейное хранилище, а также мастерские, которые нам позволят шить костюмы. Например, у нас в республике, они заказывают их где-то за пределами. Костюмы для выступлений, для постановок. И для театров, и для наших ансамблей, и для детских студий. У нас сегодня более 2000 детей в республике занимаются танцами. Конечно, это огромный-огромный поток детей, поток костюмов, которые зачастую заказываются где-то за пределами. Мы хотим делать все в нашей республике, чтобы мы были самообеспечены. Полный цикл производства, да, так сказать? Да, от идей до выхода на рынок, потому что сегодня развивается креативная индустрия, и как раз это их часть. И, соответственно, сам зал, малый зал. Мы очень хотим, чтобы у нас было театральное кафе, которое будет тоже привлекать зрителей. И этот весь новый проект позволяет нам и немножко расширить площади, но самое главное — решить вот те задачи, которые не решались раньше. В этом проекте будут и выставочные площади, потому что сегодня наши галереи на улице Первомайской всем известны, всеми любимы, это три небольших зала. Очевидно, мы не успеваем показывать даже наши запасники, не говоря уже о выставках, которые приезжают из других регионов. Соответственно, вот это все очень тщательно продумано. Мы получили проект, получили на него экспертизу. И благодаря активной работе руководства республики в начале года Рашид Борисович, например, встречался с президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, который уже после предыдущей всей цепочки проработки поддержал наш проект. Сейчас мы находимся на стадии подготовки к демонтажу нынешнего здания, потому что... Это тоже такой объемный этап. Эта работа у нас займет практически весь 2024 год, потому что мы должны аккуратно разобрать это здание, чтобы максимально сохранить исторические материалы, какие-то его части. Поэтому мы приступаем уже в этом году. Ну и сами строительные работы будут длиться тоже в течение нескольких лет. Но мы ориентируемся, что в течение трех лет весь проект будет реализован. Поэтому очень большой был объем работы проведен. Но я уверен, что результаты порадуют не только жителей нашей республики, но и гостей, которые будут приезжать к нам в регион. Ну что ж, будем ждать с нетерпением результатов. Я думаю, что новое здание покорит сердца всех жителей Карачаева, Черкесии. Ну раз уж мы заговорили про театр, хотелось бы узнать, вот тут поступил вопрос, что происходит в театральной жизни республики. На самом деле актуальный вопрос, потому что, опять-таки, учитывая, что сейчас драматического театра нет, и как-то централизованно действительно, может быть, незнающему человеку сложно узнать, какие постановки идут, и вообще что нового у нас в театральной жизни. На самом деле театральная жизнь кипит, несмотря на то, что большая площадка наша сейчас не работает. Но у нас, интересно, произошел виток истории, и наша государственная филармония, которая в начале 20 века, когда строилась, она изначально строилась как театр. Она сейчас вернулась во многом к этому... К истокам, да. К истокам, к этому состоянию. И большая часть репертуара на сегодняшний день нашей филармонии — это именно постановки как нашего самого мощного русского драматического театра, так и открытого в самой филармонии детского музыкального театра. Он был открыт у нас позапрошлом году, и сейчас уже очень активно ставит новые постановки, детские мюзиклы, детские спектакли. Ну и плотная программа, плотный афишный лист наших театров, он сегодня позволяет говорить, что государственная поддержка, кстати, вот каждый из наших театров ежегодно получает федеральную субсидию, то есть несколько миллионов рублей на то, чтобы ставить новые постановки, приобретать оборудование и приглашать режиссеров. Наша самая главная проблема в республике — это режиссер. Сегодня у наших театров есть эти возможности. Они этими возможностями пользуются. Я могу сказать, что за только прошедшие два года наши театры поставили 15 новых постановок, то есть в год по две постановки минимум, иногда больше, ставит каждый театр. Показывают они их не только в Черкесске, что очень важно. Это наша принципиальная позиция. Выезжают. Это выезды в дома культуры. Как известно, у нас в республике очень активно и качественно реализуется проект, национальный проект культуры. И уже более 50 объектов либо построены, либо отремонтированы. Большая часть из них — это дома культуры. Практически везде у нас осталось только в Адыгехабльском районе, районный дворец культуры привести в порядок. А так все районные дворцы культуры сейчас качественно функционируют. Отличное оборудование, сцены, уже появляются экраны современные в них. Ну и, соответственно, несколько десятков домов культуры. А всего у нас почти сотня домов культуры в нашей республике. Поэтому гастрольный график наших театров сейчас как раз направлен на то, чтобы по республике в каждом дворце культуры, а если в населенном пункте нет дворца культуры, то, может быть, в школе, где есть актовый зал или в зале администрации, обязательно показывать эти постановки. Конечно, не все можно привести в стандартный дом культуры, поэтому мы приглашаем наших зрителей следить за афишей. А, кстати, все анонсы размещаются у нас на сайте Яндекс.Афиша или на сайте культура.рф в разделе «Афиша Карачаево-Черкесия». Там можно увидеть всю нашу культурную жизнь. Но я отдельно могу отметить, что у нас сейчас такой важный виток в развитии культуры, именно театральной, что сейчас заканчивают учебу и начинают работу наши молодые режиссеры, которые учились в федеральных вузах. Сейчас очень хорошие, качественные спектакли уже ставят наши молодые режиссеры. Для нас действительно долгожданная история, потому что театр — это прежде всего режиссер, его видение, его восприятие. Ну и, конечно, вся остальная команда, которая реализует то, что задумает режиссер. Поэтому приглашаем всех наших любителей театра в нашу центральную площадку, Черкесск, ну и смотреть, следить за афишей и обязательно приходить на спектакли в районах. В общем-то, культурная жизнь, театральная жизнь бьет ключом. Так что, дорогие телезрители, если все-таки хотелось бы посетить какое-то мероприятие, пожалуйста, смотрите в информационной повестке на сайтах и ищите свой населенный пункт, так сказать. Следующий вопрос пришел тоже из города Черкеска. У нас открылась школа креативных индустрий. Человек спрашивает, не планируется ли открытие школы ведущих в республике? Интересный вопрос. Школа креативных индустрий — это, на самом деле, прорывной проект не только для Карачао-Черкесии, а мы, кстати, первые на Кавказе открыли у себя эту школу, но и в целом для сферы творчества в стране, потому что руководством страны было принято решение, что в стране будет создано 100 школ, каждая из них ежегодно будет обучать 100 человек, таким образом, ежегодно мы будем 10 тысячам ребятишек давать базовые знания о креативных индустриях. Школа из себя представляет студии. У нас реализовано их пять. Это студия дизайна, студия кино, фотостудия, студия современной электронной музыки, звукорежиссуры и театральная студия. И такие направления сегодня очень востребованы, потому что именно такие специалисты нужны, чтобы даже нашу традиционную культуру сделать современной, интересной, яркой. Не говоря уже о том, чтобы уметь делать шоу, уметь привлекать зрителя, ну и развивать креативную индустрию. Ну и, конечно, сегодняшние мероприятия невозможны без наших главных действующих лиц, это ведущих, так же как продюсеров, так же как режиссеров. Поэтому мы сейчас с федеральными вузами разрабатываем совместные программы, чтобы на базе нашей школы креативных индустрий ребята в возрасте от 12 до 18 лет, пока еще учатся в школе, уже могли получать эти знания. Сегодня эти пять студий работают. И мы сейчас специально для наших партнеров телекомпаний, в том числе и Россия-1, разработали проект, который будет готовить молодых ведущих. То есть школа ведущих на базе как раз детишек наших студентов, которые учатся у нас в колледжах, в высших средних учебных заведениях, позволит в короткие сроки поставить дикцию, научиться держать себя перед камерой, работать с текстами. То есть этот проект мы запускаем в этом году. В целом хочу отметить, что школа креативных индустрий уже дает нам такие неожиданные результаты, как короткометражные фильмы. То есть мы в короткие сроки начали снимать настоящее кино. Сейчас уже поданы наши работы на фестивале. И сможем уже в ближайшее время показать их широкому зрителю, когда пройдет голосование на фестивалях. Поэтому приглашаем всех детей в возрасте от 12 до 18 лет поступать в нашу школу. И там можно совершенно бесплатно, как на дополнительные занятия, приходить и узнавать, что же такое современный мир искусства. Что ж, спасибо большое за такой развернутый полный ответ. Я думаю, что человек, который задал этот вопрос, будет удовлетворен услышанным. Итак, поступил вопрос от жителя аула Карапага. Можно ли снести аварийный дом культуры в нашем ауле и на его месте построить новый дом культуры или разбить парковую зону? Вот людей интересуют. Аул Карапага. В целом, смысл происходящего сейчас в стране это как раз слышать пожелания граждан. И очень важно, что сейчас такие запросы наши граждане могут направлять. И сюда, в прямой эфир, и на прямую линию главы. И даже президенту нашей страны по горячей линии можно направлять свои запросы. Но я бы хотел рассказать методологию, как вот это происходит. А есть определенный процесс? Да, есть процесс. Как я говорил раньше, чтобы направить федеральные средства на строительство объекта, должен быть проект. То есть, если население, в данном случае Карапагу, хочет, чтобы был в их населенном пункте парк или дом культуры, или любой другой объект, они должны собранием своим, через своих представителей, то есть через администрацию, расставить эти приоритеты и определить. Нам в первую очередь нужно дом культуры. Затем администрация должна проработать проект и подать заявку. То есть, для того, чтобы мы в Москву могли отправить заявку на конкретный дом культуры, на конкретную музыкальную школу, сперва администрация готовит такой проект. Когда мы видим, что проект готов, известна его стоимость, в Москву мы направляем заявку. У нас, к сожалению, или к счастью, больше потребностей, чем сегодня может даже федеральный центр нам дать. Поэтому там определяют по стоимости, по приоритетности объекта. Приоритеты для нас понятны. В первую очередь, обеспечиваются культурными учреждениями большие населенные пункты, там, где много людей. Как мы говорили, это районные центры, это наши города. Ну, оно понятно. Где больше людей живет? И постепенно мы доходим до и маленьких населенных пунктов, до маленьких аулов. Сегодня мы уже подошли к количеству жителей 2000. То есть, раньше, ну да, уже небольшие населенные пункты уже начинают получать такие объекты. Поэтому очень важно, чтобы район, чтобы ваш глава в ауле Карапага, глава района понимали вашу потребность, сформулировали заявку, и дальше уже мы его включим в проработку. Ровно так же были построены все остальные дома культуры. Но важно понимать, что объем средств, он ежегодно поступает к нам, но каждый год, конечно, на все его не хватает. Поэтому мы планомерно год за годом движемся. Все понятно. Хорошо, спасибо. Следующий вопрос поступил интересный. Из Аула Хурзук. В нашем ауле хороший дом культуры, где проводятся все праздничные мероприятия. Но к нам никогда не приезжают самодеятельные, да и профессиональные артисты из других городов и районов республики. А нам хотелось бы знать, чем занимаются соседи, какие песни поют, какие танцы исполняют. Вот как наладить такую работу? То есть жители Аула Хурзук хотят увидеть других артистов, не только своего, видимо, района и Аула. Очень ценно, что такое желание есть. И я думаю, что наши, прежде всего, государственные учреждения культуры, это наши театры, наши филармонии, ансамбль Эльбрульс, театр танца, Республиканский центр народной культуры, получат задание в свой план гастрольный, о котором мы говорили выше, обязательно включить и Аула Хурзук. И, кстати, для нас сейчас одним из приоритетных проектов является именно такая дружеская работа, когда представители разных народов нашей республики ездят друг к другу в гости, возрождают традиции куначества, показывая именно свое национальное искусство, чтобы мы, живя в одной республике, лучше друг друга знали. Здесь, кстати, у нас есть тоже новая прорывная история. Мы тогда в прошлом году готовились к открытию нашей выставки в Москве, выставка России, нашего павильона. Мы впервые в нашей истории начали к музыкальным номерам на родных языках, к песням, которые исполняли наши артисты, готовить на экранах переводы песен, то есть субтитры, бегущая строка, чтобы наши жители любой национальности понимали, о чем же поют представители других народов. Мы были удивлены. Оказалось, что даже старшее поколение, которое всю жизнь эти песни напевало, даже других народов знало их на слух, знало какие-то слова, оказывается, глубины-то никто не знал. И для нас это очень важно. Сейчас именно в этом русле будет двигаться наша работа. То есть мы хотим, чтобы взаимопроникновение культур, взаимопонимание наших народов было на таком повсеместном уровне. Поэтому в этом году именно такая гастрольная работа и общие мероприятия, понятные каждому, народу для нас приоритет. Поэтому мы обязательно и в районы эти программы будем вывозить, и наши государственные мероприятия делать с таким разъяснением и большим объяснением смысла, истории, истоков наших традиций и культуры. Вот в продолжение этой темы тоже такой вопрос интересный. В предыдущие годы проводились всевозможные фестивали, на которых свое мастерство демонстрировали мастера искусств из северокавказских регионов. Вот будет ли еще проводиться что-то аналогичное? То есть помимо, я так понимаю, гастрольной деятельности внутри региона, люди хотят, чтобы и соседние республики тоже к нам почаще заглядывали. В прошлом и позапрошлый год действительно Карачаево-Черкесия стала площадкой проведения крупнейших фестивалей. Это и Мир Кавказу в прошлом году. Это вообще отличная история была, когда к нам приехали представители всего Кавказа, юга России, новых территорий, больше 400 человек к нам приехало. И они не только в Черкесске галоконцерт на сцене провели на Центральной площади, но и поехали по районам, что очень важно тоже показать свою культуру жителям села и наоборот познакомиться с нашей культурой, и увидеть наше гостеприимство. Очень удачный, теплый проект получился, но у него есть своя традиция, он ежегодно из региона в регион переходит. Если в том году был у нас, в этом году уже у кого-то, да? В этом году он будет в другом регионе, а теперь уже мы поедем в гости. И такова традиция, мы не можем его ежегодно у себя проводить. Но в то же время мы сейчас активизируем гастрольную деятельность к нам, коллективов. У нас в стране существует отличная программа, называется «Большие гастроли». И буквально в конце апреля к нам приезжает из Донецка, например, большой коллектив, который на площадке нашей государственной филармонии покажет свою программу, расскажет о традициях и творчестве нашего вновь вернувшегося в Россию региона. И такие проекты, конечно, прежде всего с нашими соседями, Кавказскими республиками, где можно одним днем сесть на автобус, приехать, провести концерт и вернуться. То есть расходов практически нет. Такие проекты, они существуют. И нужно нашим любителям искусства следить за афишей, чтобы не упускать такие анонсы. Что ж, вот тоже вопрос. От поклонников творчества заслуженной артистки Карачаева Черкесской республики Тезады Тутовой. В общем, поклонники интересуются, почему эта замечательная актриса не получила до сих пор звание заслуженной артистки Российской Федерации. Ей в апреле исполнится 80 лет. Документы на присуждение этого высокого звания уже долгий срок находятся на рассмотрении в Министерстве культуры. Когда этот вопрос решится? Мы данный вопрос прорабатываем совместно с отделом наград нашей администрации. Действительно, это на сегодняшний день один из самых уважаемых и старших артистов. Я думаю, что к юбилею мы постараемся этот вопрос решить. Но нужно понимать, что такие звания не выдаются по нескольку штук в год. Поэтому есть определенная процедура, которую нужно соблюдать. Я думаю, что в этом году, именно в честь юбилея, этот вопрос будет решен. Вот тоже следующий вопрос. Каким образом определяется состав участников всероссийских мероприятий, проводимых в Москве? Как расставляются приоритеты при отборе членов делегации? Для нас, как для многонациональной республики, одним из наиболее важных принципов отбора всегда является представление всех народов нашей республики. Поэтому всегда в основе для нас это участие в делегации представителей всех пяти субъектообразующих народов. Дальше мы опираемся на сюжет. То есть надо понимать, что задумал режиссер, что позволяет реализовать площадка. И уже в зависимости от того, какие запросы есть у организаторов, какие идеи есть у режиссеров, и формируется команда. Конечно, на сегодня у нас в разной степени представлена культура каждого из народов. Сложно сравнить малочисленный, к примеру, нагайский народ и многочисленный карачаевский народ по количеству артистов даже. Поэтому, если из карачаевских артистов выбирать можно многих, есть и коллективы, и хореографические, и вокальные, и фольклорные, то, например, у абазин или у нагайцев таких коллективов просто гораздо меньше. Поэтому мы каждый раз перед каждым выездом или перед каждым мероприятием здесь, в Карачаеве, в Черкесии, решаем огромную задачу по такому формированию программы ее участников, чтобы она была в первую очередь всех уважала, демонстрировала наше уважение ко всем народам, и чтобы была интересна. Потому что очень сложно сделать такую программу всегда интересной. Поэтому мы сейчас перешли к такому заблаговременному до одного квартала и больше сроку подготовки к мероприятиям, чтобы даже если у представителей той или иной национальности нет готовых номеров, подходящих под тему, чтобы они могли с нуля записать, создать. Это, конечно, большой вызов, потому что банально у некоторых народов просто нет столько артистов, чтобы можно было разнопланово все это показать. Поэтому сейчас мы большую ставку ставим на молодежь, на учеников наших школ музыкальных искусств, конечно же, на районы, потому что там рождаются самородки. И, откровенно скажу, это непростая задача. Если кто-то думает, что организовать концерт в Карачао-Черкесии это так легко, легко, особенно концерт федерального уровня, мы с радостью приглашаем таких коллег к нам. У нас есть вакансии, можем воспользоваться их помощью. Зураб Заверевич, вот, кстати, вопрос тут подходящий. Ощущается дефицит гастролей, российских театров, музыкальных коллективов, популярных артистов. К нам по каким-то причинам не хотят приезжать, или мы ничего для этого не делаем? Вот он и ответ, собственно, да, я так понимаю? Нет, эта ситуация другая. Мы о ней говорили немножко раньше, что к нам, конечно, чтобы ехали наши российские артисты или артисты из других регионов, не из Москвы, а из нашей большой страны. Конечно, все эти гастроли, ну, кроме государственной программы «Большие гастроли», по которой государство оплачивает все расходы, а вот остальным коллективам очень важно зарабатывать. Ну, да, конечно. И, соответственно, здесь у нас палка о двух концах. Первое — это отсутствие большой круглогодичной площадки. То есть, почему нам нужен зал «Тысячник»? Потому что, когда... Выступать где-то надо элементарно. Мы можем не только с мая по сентябрь в амфитеатре, например, провести концерт, а в любое время, то артисты понимают, что этот зал не на 400 человек, как сегодня у нас дворец культуры города, а зал на тысячу. Соответственно, выручка будет больше, и цена одного билета будет ниже. Но мы видим, что вот сегодня буквально был разговор о том, что у нас было два гастролирующих проекта. Один — это «Лебединое озеро», а другой — «Мистер Икс». Два сопоставимых проекта федерального уровня. Одно учреждение приехало к нам, и был спрос огромный. То есть, люди там даже искали билеты, прямо необычно было стоять лишнего билетика. Не найдется ли... А на «Мистер Икс», например, даже треть зала не набралось. Честно сказать, я не слышала про это. Хотя при одинаковом, казалось бы, подходе организаторов, то есть была реклама, были афиши. И вот здесь вопрос, конечно, во многом к нашему зрителю. Следит ли он за афишами? Ходит ли он на эти мероприятия? Направляет ли он обратную связь с организатором, чтобы сказать им, вы знаете, не понравилось мероприятие по какой-либо причине? Ну и все-таки нам надо понимать, что мы живем в маленьком регионе, где маленький город. И, конечно, сложно сравнить насыщенность нашей программы. С Краснодаром. Например, с Краснодаром или с Москвой, где города с населением в 10 раз, в 20 раз больше, чем наше. Поэтому здесь я бы прежде всего нашим зрителям посоветовал следить за афишей и связываться с организаторами. Потому что все это коммерческие проекты, люди с удовольствием поедут в любой регион, если они будут знать, что их там ждет зритель, который купит билеты. И здесь, кстати, я хотел бы отдельно подчеркнуть, что для всего этого направления государство еще и дало зрителю деньги. То есть у нас несколько лет уже действует программа «Пушкинская карта». И очень важно, чтобы каждый житель нашей республики в возрасте от 14 до 22 лет оформил эту карту и мог по ней получать 5000 рублей в год на культурные мероприятия и ходить на такие концерты. Но если мы затронули тему «Пушкинской карты», скажите, как ее оформить-то? Очень просто. Как только 14 лет исполняется гражданину, он вместе с получением паспорта получает право обратиться либо через предложение в госуслуги, там есть прям целый раздел, либо просто очно прийти в почтобанк и сказать, вот мне уже есть 14, я имею право получить «Пушкинскую карту». Карта оформляется прямо на месте, она цифровая, то есть ее даже нет в физическом виде, присылаются ее данные, на ней сразу 5 тысяч рублей в год. То есть ежегодно она пополняется заново на 5 тысяч. Которые можно как раз-таки потратить на такие концерты. Да, только на культуру. Но надо понимать, опять же, что некоторые организаторы, особенно приезжающие к нам, они не хотят работать по «Пушкинской карте» по каким-то причинам. Кто-то не хочет платить налоги, им кажется, что это много, кто-то не хочет комиссию той же компании, там оператору платить, который продает билеты онлайн. То есть здесь решение о том, можно ли по «Пушкинской карте» купить билет, принимает компания-организатор. Наши все республиканские учреждения государственные, все работают по «Пушкинской карте». И даже мы сейчас к этому подталкиваем районные отделы культуры, дома культуры, чтобы на селе каждое учреждение тоже могло проводить мероприятия и зарабатывать деньги. Потому что сегодня цель государства, смысл того, что в сфере культуры делается, это научить учреждения быть крепкими, стоять на ногах, продавать билеты. Что же, Зараб Замирич, у нас уже несколько, десятков почти мы обсудили вопросов. Я все-таки предлагаю сделать небольшую рекламную паузу. И сразу после этого мы вернемся в студию и продолжим нашу беседу. Итак, рекламная пауза. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Окулюс Арт. Доваторцев 39А. 43-73-87. Мебельный салон «Слон». Широкий ассортимент классической современной мебели для вашего дома. Мягкая мебель, спальни, матрасы, кухни и многое другое. Наличные и безналичные расчеты, а также кредит. Черкеск, шоссейная, 167. Лазерная коррекция зрения. Только современные и безопасные технологии, проверенные опытом и временем в Клинике высоких технологий микрохирургии глаза в городе Иссентуки. Лазерная коррекция зрения от 14 тысяч рублей. Шубы со скидкой 50% в рассрочку. Новая демисезонная коллекция пальто и курток. Вецкие меха. Троллейбусная остановка на кругу. Город Черкеск. С 3 по 7 июня Телефестиваль «Спасти и сохранить». Экологический, международный, 28-й. При поддержке правительства Югры и под патронатом Всероссийской государственной телерадиовещательной компании. Прием заявок на творческий конкурс до 5 мая. Золотая Гагара выбирает лучшего из лучших. ВГТРК и правительство Магаданской области 24-25 мая проводят Телефестиваль «Русский Север». Цель фестиваля – привлечение внимания общественности страны к жизни людей на севере. Истории освоения северных регионов России, реализуемым там государственным программам, защите природы севера, культуре народов, которые там проживают. Подробности на сайте вестимагадан.ру Требуется специалист по работе в сфере коммуникации на государственную службу. Если вы коммуникабельный, образованный, легко обучаемый и широким кругозором, ждем вашей резюме. Справочная информация в режиме будних дней с 9 до 18 часов по номеру код 8-878-2-26-15-95. А мы возвращаемся в студию. Напоминаю, в прямом эфире телеканала «Россия-1» программа «Горячая линия» сегодня у нас в гостях присутствует министр культуры Карачаева-Черкесской республики Зураб Замирович Агирбов. Ну что ж, я предлагаю вернуться к нашим вопросам, которые поступают от жителей Карачаева-Черкесии. Итак, вот поступил такой интересный вопрос. В районах республики за последние годы построено много новых домов, современных домов культуры. Но большинство из них стоят под замком, ведь работать в них некому. При этом наша кузница культурных кадров Колледж культуры и искусств имени Аслана Даурова выпускает специалистов культурного фронта, когда заработают кружки и секции для сельских жителей. Здесь я бы попросил авторов вопроса написать нам в Министерство культуры, о каком конкретно населенном пункте идет речь, где нет кружков, потому что в своем послании, в ежегодном послании глава Карачаева-Черкесии Рашид Бориспович Тимрезов поставил задачу, чтобы в каждом дворце культуры, в каждом доме культуры, даже в отдаленных участках обязательно было не меньше трех кружков и не менее одного раза в неделю проводились культурные мероприятия. Мы большую работу с районами провели, потому что формирование штатных расписаний, то есть набор людей на работу, это зона ответственности районов. В районах ситуация с финансами, соответственно, с бюджетом и зарплатами разная. Не каждый район может полностью обеспечить идеальный какой-то коллектив. Где-то эта работа давно выстроена традиционно, где больше средств на это выделяется. В каких-то районах, наверное, не хватает на это денег, и нужно тогда организовать эту работу с помощью специалистов районного отдела культуры. То есть они должны выезжать в каждый аул и проводить там кружковую работу, проводить там концерты. Поэтому я бы попросил авторов вопроса к нам на телеграм-канал или позвонить в министерство, потому что нужно конкретно понять, где не работает кружок. И если такие проблемы есть, оперативно с районом решим, потому что специалистов сегодня действительно не хватает. Наш колледж культуры и искусств ежегодно выпускает специалистов, но надо понимать, что в Карачаево-Черкесии нет института культуры широкого профиля, который бы готовил у нас режиссеров и специалистов по звуку. Поэтому наши ребята, очень многие уезжают из Карачаева-Черкесии, получают высшее образование за пределы республики. Наиболее талантливые становятся востребованные где-то в других регионах, в Москве. И мы сегодня понимаем, что для нас очень важно вообще всю систему образования объединить, идти в сторону целевого набора, то есть понимание, что человек идет на учебу в колледж или в институт, уже с пониманием, где он будет работать, чтобы здесь было долгосрочное планирование, и чтобы старшее поколение, уходя на пенсию, точно знало, кто придет им на смену, успевало передать традиции, успевало передавать опыт. Работа эта серьезная, непростая, и прежде всего ложится на плечи муниципалитетов каждого Дома культуры. Я рад, что наш колледж здесь дает определенные успехи. В этом году мы вводим новые специальности, как раз отвечающие современным потребностям вообще сферы культуры. Поэтому, я думаю, этот вопрос решается лучше, чем это было еще несколько лет назад. Но если где-то есть такие пробелы, нам важно об этом знать, чтобы оперативно решить. Вот как раз, раз уж мы заговорили за молодежь, тут тоже поступил такой вопрос. Какая поддержка оказывается талантливой молодежи на уровне именно республики? И существует ли возможность для участия во всероссийских проектах и конкурсах? Ну, что касается поддержки именно молодежи, я могу здесь сегодня сослаться на моего коллегу, министра по делам молодежи, на программы, которые у нас в республике реализуются именно по молодежной линии. Обширные. Они очень обширные. Корочаево-Черкесия здесь лидер. Что касается поддержки нашей, Министерства культуры, здесь мы идем по линии проектов. То есть нам очень важна конкретика. Мы очень рады, когда к нам приходят в министерство или обращаются в наши социальные сети авторы проектов. И я здесь хочу поблагодарить и вас, потому что вы один из участников этой работы. Много проектов были реализованы вами при поддержке Министерства культуры. Буквально сегодня к нам обратились просто замечательные, восхитительные авторы проектов. Это ребята, которые либо сейчас учатся еще, даже школьники еще, либо выпускники нашего колледжа и института искусств, которые сегодня сами уже думают, как следующее поколение молодежи, они уже работают, но они знают, как тяжело сегодня войти в рынок труда, как тяжело сегодня получить какую-то практическую компетенцию, портфолио собрать, рассказать о своих реализованных проектах, от теории перейти к практике. Сегодня мы такие проекты принимаем. Буквально на следующей неделе, если нашим зрителям интересно, мы в колледже культуры и искусств будем проводить маленький круглый стол на тему развития креативных индустрий и роли молодежи в этом. Как раз об этом мы будем говорить, как молодые люди могут себя найти, как с точки зрения реализации своих идей, так и участия в проектах, чтобы получить опыт, получить стаж и собирать свое портфолио, дальше трудоустраиваться более уверенно. Ну а что касается федеральных проектов, российских конкурсов, на самом деле их очень много. Есть специальные даже телеграм-каналы, где прям перечислены все проекты, в которых можно поучаствовать. Требования к ним. К каждому из конкурсов есть строгие, четкие требования, правила участия. И откровенно скажу, везде нужно работать. Если кто-то думает, что просто вот я такой хороший, и мне можно везде поучаствовать, но сейчас проектов очень много. Конкуренция большая. Конкуренция большая. Поэтому, если кому-то нужна помощь, мы всегда открыты. Нужно только прийти, опять же, с письмом, либо написать нам, либо выйти на связь непосредственно со мной, рассказать, какой проект, какая помощь нужна от нас. Да, наши возможности не безграничны, в финансовом плане мы не можем всем выделять деньги или оплачивать проезд куда-то, но в то же время только за последние два года наши молодые и юные артисты стали лауреатами более 40 российских различных конкурсов. И это число только растет, потому что и уровень их растет. Наши ребята посещают кружки, занимаются в детских музыкальных школах, ходят в частные студии. И действительно, сегодня наша молодежь достойно представляет республику на российском уровне. Зураб Замирович, хотелось бы действительно подтвердить для наших телезрителей, как вот вы сказали, мы уже реализовывали проекты совместно с вашим министерством, и действительно, ни разу вы не отказали и оказываете повсеместную поддержку, и не только нам, а всем обращающимся. Это вот из личного опыта, так сказать. Здесь наша позиция очень простая. Она сформулирована, что культура — это же не мы, не министерство культуры. Мы люди, которые обеспечивают работу и дают возможности как раз-таки людям культуры. А культура — это те люди, которые этим живут, которые занимаются этим каждый день. Это люди искусства, которые учились, которые только в этом себя видят. Поэтому очень важно, чтобы как раз деятели культуры сами понимали, что они хотят делать, имели проектный подход, понимали, как идти к своим каким-то целям, не просто вот что-то там хотеть. Ну, план, в общем-то, должен быть. Нужно уметь работать по-современному и так, чтобы им доверяли и давали ресурсы. Вот одно из направлений, в котором министерство оказывает такую достаточно мощную, на мой взгляд, поддержку, это развитие регионального кино. И не просто уже регионального. Мы выходим на новый уровень. У нас снят фильм, который показали по всей России. Я сейчас говорю об испытании ОЛОМ. Вот и, соответственно, тоже пришел вопрос, каковы предстоящие планы касательно развития кинематографов в нашей республике? Важно отметить, что эта задача, эта тенденция по развитию отечественного кино, это наша государственная задача. То есть мы здесь просто активно работаем в этом направлении. А в целом уже давно стало понятно, что в России должно быть свое кино, которое может рассказывать о наших ценностях, рассказывать о правильной позиции, а не так, как ее искажают где-то на Западе, когда показывают, как американцы условно спасли весь мир во время Второй мировой войны, как будто бы не было огромных потерь наших, как будто не было нашего вклада. И эта задача, особенно когда у нас пропали с нашего рынка зарубежные фильмы все, она стала еще важнее, еще острее. И действительно, у нас в Карачаево-Черкесии, на удивление, в такой маленькой республике, нашлось много талантливых людей, но самое главное, нашлась та из них часть, которая умеет организовываться, потому что талантливого... Таланты это хорошо, но если нет... Но надо уметь работать, и надо понимать, как работает система, как получить господдержку. Здесь я хочу поблагодарить союз кинематографистов, в Карачаево-Черкесии, и его руководитель Артура Найманова, который смог собрать команду, смог правильно, настойчиво готовить заявки, готовить сценарии, получить государственное финансирование и снять действительно успешный фильм. Но я также должен подчеркнуть, что это не первая работа была. Дебютным таким первым фильмом, который получил прокатное удостоверение Министерства культуры России, стала историческая детская сказка «Три брата», снятые годом ранее. Также наши коллеги снимают короткометражные фильмы. Что важно, к нам приезжают снимать кино из других регионов. Это тоже очень важно, чтобы нашу республику, наши красоты показывали везде. И сейчас, прямо в эти дни, у нас идут съемки на базе Букова, астрофизической обсерватории нашей. Сейчас мы работаем над второй серией фильма «Испытания Аулом». Но в целом надо понимать, что кино нам важно не только как сам продукт, кино еще важно как вершина пирамиды искусства. Потому что пока ты снимешь фильм, тебе нужно очень много задач решить в сфере культуры. Это, прежде всего, нужно это все придумать, правильно прописать. Идея. Нужны актеры, нужны операторы, нужна музыка, нужен монтаж, спецэффекты, грим, костюмы, логистика. И мы себе поставили эту большую цель, понимая, что если мы сможем снимать кино, то мы сможем решать любую задачу в сфере культуры. И сегодня я могу с уверенностью сказать, после того, как мы провели столетие, после того, как мы провели крупные проекты в республике за ее пределами, что для нас нерешаемых задач нет. Но в то же время очень важно, чтобы были люди, которым это нужно. Так, как это нужно Артуру Найманову, так, как это нужно вашей команде, например, команде, которая работает у нас в разных сферах. Если люди хотят, если они готовы планомерно, хотя бы год над этим работать, они нужны государству. Такие проекты нужны, для этого существуют фонды, и действительно, десятки миллионов рублей выделяются на то, чтобы снималось кино. И сегодня есть еще возможность этому всему учиться. То есть, понятно, что снять кино может не каждый. К этому нужно прийти. Лучше всего идти, обучаясь у профессионалов. Поэтому я бы еще всех попросил наших зрителей просто в интернет вбить в поисковую строку получение второго высшего образования бесплатного в сфере культуры. Сегодня есть 10 федеральных вузов, которые готовят бесплатно, это важно подчеркнуть, специалистов в ключевых направлениях, режиссеров, сценаристов. и так далее, звукорежиссеров. Это как раз те, которые нужны стране, потому что мы понимаем, что их дефицит, что не хватает таких специалистов. И сегодня бесплатно можно, имея уже какое-то образование, поступить в ведущем федеральные вузы и в течение нескольких лет стать профессионалом. И уже не востребованным на 10 лет набивать шишки, пытаться, как наши ребята проходили, а уже уверенно, получив опыт, получив стажировку, свои проекты запускать. Потому что, повторюсь, все это нужно стране, потому что все это экономика, все это проданные билеты, все это налоги, ну и все это ценности, которые можно с помощью искусства доносить до зрителя. Хотелось бы отметить, что в нашей республике активными темпами развивается не только киноиндустрия, но и фотоискусство. Оно всегда было на высоком уровне, и я думаю, что этому подтверждение многие фотографы, имя которых известно за пределами нашей республики. И в данный момент вот у нас как раз-таки проходит фото-выставка «Карачаево-Черкесия в лицах и судьбах». Вот можно поподробнее немножечко, как родилась идея, почему именно наша площадка, наш регион был принят, и кто тот фотограф, чья выставка вот эта была? Действительно, проект очень хороший, и я приглашаю наших всех зрителей найти время до начала мая и приехать в Черкесск, пройтись по нашей любимой Первомайской, где эта уличная выставка выставлена. Выставка уникальна тем, что ее автор Андрей Смольников, который живет в Ставрополе, это наш сосед, он военный, он в свое время ушел на пенсию и вот решил, что вернется к своему хобби. Но вот именно его очень своеобразный подход, его умение слушать и чувствовать людей, техника, в которой он работает, позволила ему создавать картины, которые уже получили признание на мировом уровне, не только в России, он член международных ассоциаций, у него, если увидеть количество фотонаград, поверьте, вот этого стола не хватит, чтобы выложить все его награды. Но самое главное, что это человек, который действительно с каждым героем очень много общается, погружается в глубину, я думаю, это видно в каждой из фотографий. Как отдельная история человека. Ну, на самом деле, я вот тоже люблю фотографии, понимаю, что это великое мастерство так передать вот эту историю, судьбу человека. И действительно, очень важно, что у нас есть возможность со самим автором пообщаться, услышать, что он чувствовал, что он видел, и что вообще за кадром этой фотографии находится. Поэтому выставка уникальна, но еще особенно ценна, что часть этих работ, отражающие народы Карачаева-Черкесии, они включены в федеральный российский архив. То есть они напечатаны на специальных металлических пластинах, которые будут вечно теперь храниться в архиве, и когда-то наши потомки через тысячу лет, когда будут изучать какие-то непонятные слова, как мы сейчас каких-нибудь древних наших предков изучаем, живших здесь на территории, возможно, о нас будут вспоминать и узнавать по этим архивным кадрам. Это даже мурашки немного, вы знаете, от таких мыслей. Будем надеяться, что так оно и будет. Я еще хочу подчеркнуть, что мы в этом году сделали тоже очень важную историю. После того, как выставка будет проэкспонирована здесь, на Первомайской, до начала мая, она также проедется по всей нашей республике, по всем районным центрам. И также на центральной площади каждого района она постоит две недели, чтобы не только в Черкесске, но и везде в нашей республике можно было прикоснуться к этому искусству. Ну, раз уж мы заговорили о выставках, тут тоже такой вопрос, можно ли какие-то новые выставки увидеть в выставочных пространствах музея? На самом деле, любители выставок уже смогли оценить прошлый наш насыщенный очень год, когда у нас и уникальная выставка кукол была, в этом году мы снова ее будем проводить. Но прямо сейчас у нас проходит выставка, посвященная художнику Крымшамхалову, его наследию. Скоро мы готовим выставку, посвященную Дню Возрождения Карчаевского народа, а затем сразу после нее в начале мая у нас будет выставка, посвященная завершению Кавказской войны. Я приглашаю наших зрителей обратить внимание именно на этот проект, потому что из Адыгеи к нам, из Национального музея приедет выставка, которая, наверное, на Кавказе самая богатая по экспонатам, касающимся как раз тяжелых последствий XIX века и именно истории, очень ценные экспонаты, оружие, костюмы и самая главная история наших предков. Этот проект уникален. Мы сейчас большую работу ведем с Северо-Кавказским филиалом Музея современного искусства имени Пушкина, который сам находится в Москве, но филиал его во Владикавказе. И, кстати, в прошлом году мы создали на памятнике защитникам перевалов тоже уникальную инсталляцию, где 3000 гильз, стрелянных как цветы, выросли возле нашего памятника. В этом году вот такую современную экспозицию мы поставим возле дома музея Крымшамхалова, потому что Кастахи, Тагуров и Крымшамхалов в этом году празднуют юбилей. Соответственно, такой общий проект с Северной Осетии тоже нас ждет. Ну и подчеркну, нам очень важно, чтобы у нас как можно скорее появилось музейное хранилище и выставочные залы возле него в одном комплексе, чтобы можно было те сокровища, которые у нас сложно экспонировать, очень часто менять. Ну и, конечно же, приглашаю наших всех зрителей посмотреть Краеведческий музей, который в прошлом году был после ремонта открыт. Там очень яркие, интересные экспозиции, которые, я думаю, еще не все жители республики видели. Вот, кстати, вы сказали про Северную Осетию, сразу вспомнилось, что это регион, пожалуй, наверное, самым большим количеством вот таких экспозиций на открытом воздухе, которые потом становятся визитными карточками. Я думаю, что у нас есть все условия для того, чтобы точно так же развиваться в этом направлении. Вот пришел очень такой вопрос, я думаю, касающийся многих. Какие меры предпринимаются по увеличению доступности учреждений культуры для людей с ограниченными возможностями здоровья? Ну, здесь есть это не просто желание или там чьи-то планы, потому что надо доступность повышать. Это есть задача, которая для нас является обязательной. Это федеральные стандарты, которые обязуют все учреждения, не только культуры, в целом социальные и социальные сферы, государственные учреждения быть доступными. Для нас очень важно, чтобы действительно любой наш зритель, вне зависимости от того, есть ли у него сложности с передвижением на коляске, на костылях, или, может быть, ему нужен какой-то помощник на мероприятие, чтобы он мог зайти в любой зал. Для этого у нас везде сегодня предусмотрены пандусы, везде есть помощники, сотрудники, которые всегда помогут дойти до нужного места. Там, где-то уместно, есть тифло-комментирующие приспособления или обозначения. Например, филармония у нас в этом плане показательная, поскольку основной сейчас зал, там даже указатели есть для слабовидящих, то есть на ощупь можно ориентироваться. Прямо план всего здания есть, возможность следовать по дорожке, описание каких-то ключевых моментов шрифтом Брайля. Но тут надо понимать, что работа обязательно делается во всей стране. Если где-то такая потребность более острая, например, в библиотеке для слабовидящих, там, конечно, недостаточно просто стандартов. Там нужно работать в этом направлении гораздо больше. И вот сейчас мы готовим как раз проект для подачи в Министерство культуры, чтобы нашу библиотеку незрячих вывести на современный уровень, потому что там само здание и все содержимое, оно, конечно, очень активно устаревает. Но в то же время отмечу, что в библиотеке открываются модельные библиотеки, в республике открываются модельные библиотеки. Это такой новый проект, который позволяет современной библиотеке делать интересными и доступными всем. И там уникальное оборудование есть, которое позволяет увеличивать изображение или с помощью компьютеров рассматривать или слушать какие-то книги. Поэтому задача эта у нас реализуется в республике, как и во всей стране. Вот тоже такой вопрос поступил. Существует программа «Земский учитель», «Земский доктор». А когда начнет работать программа «Земский работник культуры», для нас, для региона, где большая часть общенаселения живет на селе, эта программа действительно очень ожидаемая. И мы многократно отправляли в Москву наши потребности, считали, сколько у нас домов культуры, школ, сколько человек. Мы бы хотели в эту программу включить. И большой радостью стало для нас послание президента страны этого года, когда Владимир Владимирович Путин объявил, что программа стартует, она была проанализирована, все предложения собраны, и в 25-м году она начнет свою реализацию. Будут выбраны сперва какие-то пилотные районы, но затем повсеместно уже будет возможность получить государственную поддержку молодому специалисту, который вернется и будет работать на селе. Мне кажется, это действительно будет стимулировать тот момент, чтобы наши кадры возвращались после обучения в лучших вузах страны. Есть такой тоже вопрос, он касается повышения квалификации в рамках проекта «Творческие люди». Что это за проект? Расскажите, пожалуйста, подробнее. Очень логично, что после того, как мы построили учреждение, поставили там самое современное оборудование, так, как у нас в нашей филармонии сейчас или в школе креативных индустрий, логично, что должны быть профессионалы, которые умеют этим оборудованием пользоваться. Сегодня в Карачаево-Черкесии нет возможности обучать людей вот таким современным профессиям. И есть специальная федеральная программа, так называются «Творческие люди», которая позволяет деятелям культуры разного объема учебные программы повышения квалификации, дополнительного образования, переподготовки зачастую, проходить за счет государственных средств. У нас ежегодно порядка 150 человек из разных районов республики проходят такие курсы повышения квалификации, специальные программы. Специальности самые разные, есть возможность выбрать то, что необходимо. Мы стараемся планомерно и равномерно по всем районам распределять эту квоту, чтобы в каждом районе наши творческие люди становились большими профессионалами. У нас остается совсем немного времени, поэтому последний вопрос хотелось бы задать от себя. Могли бы вы обозначить основные приоритеты развития культуры на предстоящий год? Что, на ваш взгляд, является главным сейчас для нас, для нашего региона? Я считаю, что самое главное для нас это сделать нашу культуру доступной всем в республике вообще, потому что даже вопросы заданные нашими зрителями говорят, что где-то этого не хватает. Для этого есть все, мы сейчас закупаем транспорт, у учреждений есть возможность ездить везде, строятся дома культуры, все это должно работать, даже превосходя ожидания наших зрителей, мы должны удивлять их. Что касается направлений приоритетных, то это действительно не в лучшем виде работающие направления народно-художественных промыслов, потому что у нас очень много мастеров в республике, но все они не умеют работать в условиях рынка, все они не умеют продавать свою продукцию, и мы в нашем регионе даже сувениры не можем произведить так, как это нужно, поэтому мы хотим сейчас работать в этом направлении, обучать наших мастеров, создавать сувенирную продукцию, выходить на рынок, чтобы туристы, приезжающие к нам, покупали то, что сделано у нас в Карачаево-Черкесии. Ну и, конечно, сейчас важно развивать современные технологии в сфере культуры, поэтому мы, заручившись поддержкой федеральных партнеров, сейчас будем проводить в республике различные акселераторы, образовательные программы, чтобы наши деятели культуры тянулись к российскому уровню, российский уровень сегодня очень высокий, даже на мировом уровне достойно выглядим, но и наш регион должен расти, поэтому вот именно обучение, новый подход к работе, и умение зарабатывать своим талантом, это очень важное направление для культуры. Сегодня государство помогает, но оно даже формат поддержки меняет, то есть не просто всем платят зарплаты, учреждения должны работать и зарабатывать деньги, и это придает уверенность людям культуры, ты не ходишь с протянутой рукой, ты получил от государства поддержку, и ты себя уже ведешь как профессионал, зарабатываешь деньги, вот это вот очень важное направление. Мне кажется, это очень важно, да, отходить от этого стереотипа, что хороший художник, голодный художник, так что будем надеяться, что все-таки представители культурной сферы нашего региона будут расти в профессиональном плане, как люди, умеющие продавать себя и свое мастерство. Мне хотелось бы поблагодарить вас за сегодняшний наш разговор, у нас, к сожалению, заканчивается время. Спасибо вам. Желаю вам успехов в вашей деятельности и будем надеяться, что все наши новые проекты, связанные с культурой, они будут выходить не только на всероссийский, но и мировой уровень, и чтобы о Карачаево-Черкесии знали далеко за пределами нашей страны, только с самой лучшей стороны. Спасибо вам большое. Ну, а с вами, дорогие телезрители, я прощаюсь и напоминаю, что это была программа «Горячая линия». Увидимся с вами совсем скоро и снова будем разговаривать о новых и актуальных темах и вопросах. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова